Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Хотели бы многих обрадовать, а кадыровцев опечалить следующей новостью. Как вы все знаете, наше народное движение, АДАТ, в большей степени занимается проблемами чеченского народа, непосредственно в самой оккупированной Чечне, но помимо этого к нам обращаются чеченцы с проблемами и в Европе. Самые глобальные и сложные проблемы связаны, безусловно, с легализацией места жительства в стране пребывания, а конкретнее получение позитивного решения по их делам. Это мы не говорим о всех других проблемах, в которых мы не только помогаем информационно, а непосредственно и сами бываем в гуще событий, например участие в митингах в защиту Амины Герихановой. Перейдем к самой радостной вести. На данный момент мы, по воле Всевышнего в первую очередь, а затем своим словом и авторитетом, смогли помочь уже двум репрессированным мирным жителям Чечни и им обоим, уже дали документы во Франции, за что также выражаем свою благодарность. Помимо этих двух наших братьев, наше движение подготовило и передало документы, со всем материалом дела, еще одного брата и для всей его семьи. Также сейчас в разработке дело другого нашего брата, который прямо сейчас находится в крайне тяжелом положении. Данные их называть мы, сами понимаете, не можем, ввиду конфиденциальности и опасности, но при необходимости, данные люди, сами объявятся. Еще мы думаем добавить новый столб в статистике по похищенным и убитым. В нем, мы будем указывать скольких отпустили после публикации, на наших медиаресурсах. Этот вариант нами прорабатывается, так как нужно учитывать фактор безопасности наших информаторов, поэтому он еще не утвержден. Надеемся на Всевышнего, что у нас получится добавить данный раздел, дабы люди видели пользу обращений. Это все мы делаем несмотря на то, что мы никогда не заявляли и не заявляем о такой специализации. Кроме этого наши ресурсы, по воле дарующего, ограничены, но несмотря на это, мы стараемся помочь нашим братьям и сестрам, всем чем только можем. Рассказать об этом решили лишь ради того, чтобы людям показать о возможностях, при наличии желания и опять-таки ресурсов. Мы уповаем на Аллаха, что наши действия пойдут на благо нашей мусульманской уме, и что чеченцы, переехавшие по принуждению, будут помнить о земле своих отцов. А затем, ради Аллаха и его законов, мы все должны возвращаться для деоккупации наших земель.